Новый метод в борьбе с осложнениями от сахарного диабета осваивают республиканские медики. Раньше зачастую речь шла об ампутации. Сегодня этого можно избежать благодаря новому аппарату, небольшому по размеру, но результативному. Отзывы первых пациентов в репортаже Константина Кравцова. В принципе, он запускается. Если кто-то прислушивается, то совсем-совсем не слышно. Небольшой, бесшумный, но очень важный аппарат. Он в буквальном смысле присоединяется к пораженной конечности с помощью трубки и вытягивает гнойные образования из сосудов. Это особенно актуально для пациентов с сахарным диабетом. Каких в Хакасии тысячи. Таким злобным осложнением является синдром диабетической стопы, то есть развитие инфекции, там, где нарушен кровоток. Раньше, то есть была такая тенденция, чтобы спасти жизнь пациенту, им выполнялись ампутации, калечащие операции. Один из первых новую процедуру на себе ощутил житель Беи Иван Панов. При поступлении в республиканскую больницу мужчина имел все шансы потерять ногу. Хирурги с помощью своей вакуумной установки фактически спасли его от инвалидности. Ногу стягивает и все. Ходишь с ним, ногу потихоньку тянет оттуда. Все, никаких там не болезненных ощущений. Эта методика не нова для российской медицины, но в Хакасии прежде широко не применялась. Да и вообще, говорят местные врачи, возможности скоро станут на голову выше. Например, новый хирургический корпус ждет поступления аппарата для протезирования функций легких, применяемый при лечении пневмонии. Подобным не каждый столичный центр похвастает. Конечно, оборудование приобретается уже с запасом. Не только вот сейчас наши потребности покрыть, а развить здравоохранение с запасом на внедрение технологий на перспективу. Понятно, что все эти технологии за один день не внедрятся, когда оборудование поступило. Потому что это складывается не только в приобретении оборудования, это и в обучении персонала. Всего же в этом году хирурги получат оборудование на 736 миллионов рублей. Но что значит деньги по сравнению с человеческим здоровьем? Пафос? Вряд ли. Вот и житель Беи Иван Панов теперь фактически обрел новую жизнь. Работает далеко.